всем огромный привет дорогие друзья дорогие рукодельницы я очень рада приветствовать вас на своем канале меня зовут мария и это канал о вязании и не только друзья сегодня я хочу с вами поделиться очень многим и не знаю даже с чего начать видео посвящается вязальной теме я хочу показать вам подарочек который я получила буквально сегодня неожиданно это вообще не было в плане для сегодняшнего блога но ко мне пришла в гости сестренка ну вернее говоря она пришла не просто в гости а ну с целью не она сказала я заеду мне нужно что-то забрать там по пути и я заеду к тебе я говорю ну конечно заезжая сейчас как раз дома выпьем кофе и пообщаемся ну и в общем пришла сестренка мы пообщались и она в руках держит такой пакетик я думала ну и и вещи там и детские ну что-то для детей вот потом она мы попили кофе пообщались она берет этот пакетик и говорит нам горит это тебе мы привезли с отпуска они были не так давно в отпуске после в городе сараеву это очень красивый город и вот на память для меня она хотела что-то приятное сделать обычно она привозит что-то с отпуска если где-то бывает какой-то мелочь так как сувенир а в этот раз она подумала ну что же взять марии представляете она что мне привезла друзья там до пряжу я даже не ожидала я так была рада вы не представляете и родные то это знают что я пряжу буду просто ну без памяти рада хотя у меня ее в запасах немало последнее время я прикупилась были соблазны ну и какие-то идеи в голове и конечно я покупала пряжу друзья я получила вот такую красивейшую пряжу я знаете сейчас предлагаю вам перейти со мной к столу я покажу вам свои процессы это не все процесса те которые уже будут просто надо уже не рассказать иначе я совсем далеко уйду и они станут уже готовой работой вы так не узнаете что они были процессами поэтому хочется поделиться у меня процессов несколько я покажу вам сейчас два процесса и вот эту пряжу поближе потому что из этих процессов уже да и покажу вам эту пряжу поближе что за состав что за цвет что за пряжа я впервые держу такую пряжу в руках то есть такого производителя еще не раз не видела не слышала сейчас вам покажу но цвет шикарный посмотрите как он красиво как раз под мои серьги подходит я очень люблю все оттенки зеленого и это очень такой освежающий цвет обязательно будет что-то для меня так как сестренка подарила эту пряжу мне и поэтому из нее буду я вязать себе кстати друзья серьги которые на мне это также ручная работа я вам уже показывала мне дарила лена с леной мы знакомы из встреч вязальных встреч которые организовывала алена лена прекрасная мастерица вязание а также кроме вязания она плетет бижутерию из бисера шикарную бижутерию на инстаграм лены я оставлю вам ссылочку вы можете пройти и полюбоваться на ее работы сегодня у нас прекрасная погода солнечный день наконец-то друзья после всех этих серых не как они уже надоели хотя нельзя на погоду жаловаться но когда серая погода и она длится слишком долго то это уже это уже нехватка солнца и конечно соответственно до настроения когда солнышко светит сразу настроение меняется сразу мотивация идеи и и и на многое и так друзья у меня сегодня на самом деле весь день распланирован и поэтому я сейчас вы выделила час времени на съемки я надеюсь я уложусь потому что у меня не получается с первого раза сесть и снять влог но постараюсь есть много чего вам рассказать друзья и поэтому я думаю что именно я имею ввиду о процессах о задумках о какой какая пряжа была куплена помимо подарка но подарочек я покажу вам уже сегодня поближе потому что не терпится с вами поделиться мне очень было приятно и уже мой день сегодня просто сделан как говорится да получаешь такой подарок что нужно еще для рукодельницы пряжа пряжа инструменты все для нашего хобби так друзья погода прекрасная я снова отвлеклась не хотела уходить далеко от темы но как всегда долго не снимаю и тысячу мысли везут в голову и так друзья на мне также одет топ возможно кто новенький на канале и сейчас рассматривает в любом случае я это всегда делаю когда я смотрю своего любимого блогера я всегда любуюсь вязаным изделием которые одета на самом блоге поэтому для тех кто сейчас спрашивает мария что же на тебе интересно одета это топ который я вязала в прошлом году летом это топ связался крючком и на этот топ у меня есть описание мастер-класс проходите также вдохновляетесь и отдельный мастер-класс на этот узор все про пряжу про модель я объясняю в этих видео так что проходите приглашаю особенно те зрители которые недавно подписались на мой канал я думаю вам будет очень интересно сейчас я приглашаю вас к столу раз посмотреть на мои актуальные процессы и так друзья теперь мы у стола и хочу вам представить процесс номер один который сейчас можно сказать у меня ну на самом деле номер один потому что продвигаю его тщательно и хочется уже поскорее закончить пока это не стала законченной работой хочу вас познакомить с моим новым процессом для вас снова для меня он уже не новым так как после этого процесса у меня зародились уже другие процессы о них вы узнаете в следующем блоге сейчас хочу посвятить время этому процессу и так об этой пряжи я рассказывала вам о покупках этой пряжи я показывала короткое включение как я посетила магазин и часто захожу в этот магазин честно говоря чтобы вдохновиться посмотреть на новинки пряжи на цветовую гамму и просто вдохновиться друзья ну и конечно просто так не получается всегда этот цвет меня покорил я сразу накупила его большого количества чтобы была уверена но на сто процент мне хватит и на большое плечевое изделие и возможно на несколько летних маленьких изделий да и набрала в общем не знаю сколько моточков честно говоря но наверное штук 16 это у нас стопроцентный хлопок очень понравился такой золотисто горчичный приглушенный камера его передает сейчас очень очень хорошо и так что у нас здесь за рекомендации спицы два с половиной по три крючок также два с половиной по 3 и у нас 50 грамм так где у нас здесь метраж вот он в 50 грамм 160 метров хороший метраж и конечно же это пряжа лежала у меня несколько дней но может быть пару недель на полочки и меня вдохновляла пока мне не пришла идея но идея честно говоря зародилась сразу связать длинное платье когда я увидела эту пряжу мне захотелось такое мягкое уютное длинное платье на лето с длинным рукавом поэтому я начала пробовать вязать образец вот здесь у меня связано пройдет образец в одно сложение спицами номер три если я не ошибаюсь уже не помню друзья спицами номер три до связала вот такую резинку 4 на 3 попробовала как ложится пряжа вот здесь у меня немножко рядность но ничего страшного надо следить за рядностью до в этой пряжи то есть ну вязать равномерно за натяжением нити конечно вот такой образец очень мягкая но почему-то я думала это не совсем-то это не совсем-то толщина которую я хотела она немножко тонковатая пока я свяжу платья уже и лето закончится думала думала что же буду делать попробовала ажурный узор который перед вами посмотрите вот такой узор листья этот узор у меня давно в моей фотогалерее то есть я его увидела на странице pinterest и скачала себе эту схему и узор и такая думаю придет время обязательное что-то свяжу ну и друзья сейчас сошлись все звезды пряжа узор все мне нравится и конечно же я долго не стала раздумывать связала образец из этой пряжи в два сложения и вторая половина образца она уже связана с паеточной пряжи хотя и без паеточной пряжи она смотрится очень шикарно но не знаю почему хотелось мне придать изделию немного гламурности и когда на полочке у меня лежала вот эта пряжа и вот эта паеточная бобинка вместе и вся пряжа у меня просто на так и напрашивалась идея мария эти две пряжи просто созданы друг для друга пробуй вяжи почему бы и нет ну и вот добавила я паеточную пряжу мне очень понравилось она очень деликатно переливается на солнце друзья на солнце паеточки так блескаю так красиво образец связан спицами номер шесть в два сложения и плюс еще паеточная пряжа ну и я думала вот эта грубость мне немного мешало да не то что грубость а ну жестко было немножко и я подумала почему бы не взять спицы на размер больше и так есть делала я начала вязать спицами номер семь сделала расчеты и начала вязать спинку изделие будет вшивное и сейчас я вам покажу насколько я уже продвинулась друзья вы наверняка уже видели на заднем плане когда я до этого разговаривала с вами тогда вот такая красота у меня уже связано так камеру немного надо отодвинуть вот друзья вот так я уже продвинулась кстати это мой манекен он декоративный я его принесла из подвала ну как келлер у нас называется подвал и решила что он мне пока что пригодится хотя бы так как-нибудь набрасывать до изделия делать фотографии или просто делать примерки манекен размером 36 он декоративный здесь не стандартная фигура но несмотря что он декоративным мне он пригодился и хорошая помощница в общем и так друзья как вы видите на вот таком этапе я сейчас нахожусь это спинка полочки будут вязаться просто прямыми да то есть прямыми прямые проймы спущенное плечо узкий рукав длины к низу к панжетам рукав будет немного расклешен то есть как немножко колокольчика виде и укороченная модель но низ конечно не так укорочена примерно буду вязать вот такой длины свой джемпер ниже талии в любом случае но не до бедер да где-то вот примерно вот такая вот высота у меня вот такая модель у меня зародилась друзья мне очень-очень нравится вы должны представить что изделие еще не постирано до что после стирки она хорошо разгладиться петельки сядут еще ровнее и как вы видите кто опытный дам вязание ажурных узоров листья узор листья скрещенные петли поэтому они немножко выглядят криво но меня даже в не постиранном виде все все устраивает мне очень очень нравится этот узор как он ложится вместе вот с пайетками просто прелесть но образец у меня конечно постиран видно разница да что образец петельки лежат более ровнее и более взбитые они ну как бы потому что и спицы конечно здесь на размер меньше здесь уже спицы номер семь полотно получается более ажурным более рыхлым что мне как раз именно такого результата мне хотелось видеть так как здесь такой знаете как грубый такой эффект узора и несмотря на свою грубость до что толстая нитка в два сложения плюс еще такие подчеркнутые рельефные листья это придает немного такую грубость а с другой стороны это очень нежно друзья благодаря пайеткам благодаря цвету пряжи это выглядит ну нежно шикарно я даже не знаю как назвать а посмотрите как смотрится узор с изнаночной стороны тоже тоже красиво я честно говоря сначала думала какую сторону взять так но все-таки решила взять лицевую сторону здесь понятно да что изнаночные петли они вяжутся но не скрещенными это дорожка из изнаночных петель поэтому с изнанки узор выглядит более плоским но я буду все-таки брать за лицевую сторону именно вот эту сторону лицевую и так друзья вот что хотела вам показать это процесс номер один который у меня сейчас как бы на первом плане я хочу его закончить и обязательно буду с вами делиться продвижениями пряжа у меня достаточно я надеюсь что у меня даже останется потому что хочется очень хочется еще связать летний топ в одно сложение просто тоненький летний топ и так это процесс номер один я откладываю в сторонку и показываю вам процесс который тоже уже на этапе завершения о нем я вам также рассказывала и сейчас покажу что процесс номер 2 это сумка друзья об этом я вам также уже рассказывала в одном из блоговых видео вязальных кто внимателен к моим видео конечно уже знают о чем идет речь ну а если вы впервые на моем канале или пропустили предыдущее видео пожалуйста проходите по ссылкам ознакомлю сейчас я вам покажу пряжу из которой я вижу сумку на летом это вот такой артикул у меня уже осталось немного так как почти вся пряжа извязана и поэтому я спешу поскорее с вами поделиться иначе свяжется изделие и уже это будет уйдет в прошлое и так друзья пряжа из которой я вижу это 80 процент лен 20 процентов хлопок 150 грамм в моточке эту пряжу я покупала также в магазине апель нет и это пряжа у меня в запасах 2 моточка то есть 300 грамм я долго думала что буду вязать из нее первоначальная идея когда я увидела эту пряжу в интернет-магазине я хотела связать рубашку думаю ну лен льняная рубашка будет самый то когда пришла пряжа и я ее пощупала я ну удивилась что она была такой грубоватой она жесткая так как лен да здесь 80 процентов лен это понятно кто вяжет уже давно и часто вяжет льняной пряжей то вы знаете о чем я говорю я вижу впервые такой пряжей где в составе так много ну как много составе 80 процентов льна поэтому когда я связала образец я его постирала вот здесь образец крючком столбики с накидом получается очень дырчато вязала я по моему спицами крючком номер 4 и получается очень дырчато друзья и после стирки полотно она не стала намного мягче она немного стала мягче но не намного не знаю возможно при последующих стирках до чем чаще стираешь тем мягче она будет это возможно но я еще не знаю что сказать по этому поводу я впервые вижу с такой пряжи поэтому у меня зародилась идея друзья связать сумку и в под мод я взяла вот такую вот шикарную пряжу из моих запасов из такой пряжи я вязала сумочку своей сестренки в подарок это было несколько лет назад я вставлю вам фотографию вы увидите эта сумочка вязалась в два сложения здесь же я беру в одно сложение как в компаньоны к этой пряжи льняной и давайте я покажу вам что получается друзья вяжу я сумку в четыре сложения то есть я беру с одного конца с другого конца с каждого моточкой и у меня выходит четыре сложения плюс еще вот это шнурочная пряжа это пулиамид так я понимаю пулиамид и люрекс ничего не стоит на бобинки вот поэтому я просто так догадываюсь что да такая крепкая пряжа это пулиамид и люрекс да я так думаю и так что получается в итоге получается вот такое красивое полотно получается крючком номер пять просто столбики с накидом туда-обратно друзья в первую очередь мне нужно было и нужно вывязать полотно у меня есть идея на эту сумку это будет такая полу сумка полукруг возможно вы часто уже встречали или возможно сами вязали такую модель сумочки которая похожа на ракушку мне наверняка не хватит пряжа именно на тот полукруг который я хотела но так как пряжа все-таки в четыре сложения плюс под мод она получается полотно получается грубовато и мне сейчас уже достаточно этой длины чтобы сформировать именно ту модель которую я хотела полукруг здесь совсем не получится но получится типа ракушки вот так вот будет собираться это все в кучечку вот так вот и и оформляться круглыми ручками конечно как я ее в общем и целом оформлю я вам еще расскажу я специально купила как он называется то ригелин да ригелин по моему это материал называется для укрепления сумок для шитья таких бальных плотей свадебных плотей и купила я ригелин который хочу вшить на дно сумочки или вот такими ну вот в общем как я это сделаю я еще буду сама думать друзья я еще точно не знаю но хочу немного придать форму этой сумочке чтобы она была более-менее стабильным если я ее буду брать в руки вот моя цель если ее буду брать в руки чтобы так ну-ка отдаляем ракурс вот чтобы именно форма немного держалась и видно было вот так вот друзья сейчас это конечно в таком положении не вы не можете представить совсем но примерно да вот в любом случае вот на таком этапе я сейчас нахожусь как я это все в итоге оформлю сделал сделаю я обязательно с вами поделиться процесс номер два который сейчас уже почти завершен мне просто осталось да вот на самом деле оформить вверх прикрепить ручки сделать подклад и так далее но есть еще над чем поработать но полотно в любом случае вывязано и еще у меня осталось пряжа которую я пущу на обработку верха и так процесс номер два откладываю в сторонку о нем вы увидите также в следующих последующих влоговых видео обязательно буду с вами делиться кто еще не подписан на мой инстаграм подписывайтесь там я выкладываю актуальные продвижения в первую очередь так что приглашаю дорогие мои итак друзья процесс номер три и хочу вам представить что это из чего я вижу это плечевое изделие вяжу крючком из пряжи всем известная многим известная alize angora gold здесь у нас в 100 грамм 550 метров 80 процентов акрил 20 шерсть состав пряжи и цвет 163 пряжа уже лежит у меня ну не знаю пару лет лежит и вот сейчас у меня дошли ручки до нее чтобы связать что-то воздушное красивое мне очень нравится этот цвет это вообще пастельные оттенки приглушенные такие сирене и розовые я очень люблю такие оттенки ну и знаете почему у меня зародилась эта идея я вдохновилась также идеи от другой вязальщицы это молодая девушка блогер я подписана на ее страницу instagram и мне очень нравится она вяжет такие воздушные блузки я не знаю это ее идея или нет но по моему она даже продает мастер-классы по своим изделиям я конечно вдохновилась и многочисленными фотографиями рельсами на такие вот воздушные изделия которые она вяжет и мне очень понравилось поэтому я вижу такую воздушную блузку смело назову это блузкой потому что здесь будут такие рукава также пышные воздушные как само туловище и что и как вяжется вяжу крючком номер 6 узор очень простой это рельефная резинка крючком столбики с накидом за заднюю дольку петли да вот так это выглядит у меня связано уже спинка от то есть перед это перед вязание значит вяжется поперечно вот так вот и сейчас у меня вяжется спинка почти готова друзья и вот эти две детали давайте сдалека вот эти две детали они очень большие до крючком номер 6 воздушные я значит у меня ушло всего 100 грамм вот на эти две детали у меня ушло 100 грамм вот такого вот такой пряжи вот у меня сейчас пойдет вход 2 моточек мне нужно будет довязать спинку где у меня спинка вот здесь я закончила вот закончился у меня моточек сейчас присоединю моточек и буду вывязывать дальше осталось всего лишь несколько рядов и спинка готова затем присоединю плечевые швы здесь очень простая модель видите прямоугольники вот здесь будут плечевые швы и будут вывязываться здесь такие пышные рукава продвижение по этому процессу также следите за моими видео я буду вам показывать с шаг за шагом возможно уже в следующем видео я покажу вам готовую работу но я не знаю какая какая это работа будет или же блузкам из ангоры или же это будет джемпер листья из листьев или это будет сумочка но скорее всего это будет сумочка в первую очередь потому что там осталось на самом деле очень мало но и а в следующем видео друзья также хочу вам показать другие процессы познакомить вас у меня еще есть процесс который вяжется спицами и крючком это платье шикарное летнее платье и я хочу просто этому процессу посвятить отдельное видео не хочу это все мешать так как все таки мне кажется процессы достойны своего особого внимания и я хочу поближе вам показать в следующий раз мой другой процесс который тоже уже хорошо продвинут на этапе продвижения ну и конечно есть готовая работа это большая работа это пальто которое я наконец-то довязала провела бы ты о и осталось сделать фотографии друзья не знаю когда у меня будет возможность сделать красивые фотографии хотелось конечно сделать шикарную презентацию и показать вам как выглядит пальто которое я вязала по платному описанию многие зрительницы уже мне написали сказали мария спасибо за рекомендацию я тоже уже вижу это пальто купила описание и вижу ну девочки в россии конечно у вас есть возможность купить пряжу от производителя пехорки я очень очень желаю купить себе также пряжу от пехорки дам буклированная пехорка буклированная именно из которой вяжется это пальто по описанию ну ничего все еще впереди обязательно будет возможность приобрету себе такую пряжу и мне хочется связать это пальто в другом в других оттенках например и зеленого оттенка это мой фаворит и так дорогие друзья но теперь покажу вам еще мой подарок поближе это пряжа от сестренки и на этом уже будут потихоньку заканчивать сегодняшнее видео 12 сколько ее друзья посмотрите друзья сколько красоты вау прелесть и так друзья вот такое богатство у меня теперь в моих запасах я честно говоря у меня разбегаются глаза мысли сразу идеи что связать как и что пожалуйста напишите мне кто знаком с такой пряжей такого производителя вот так она называется папа папатья или по ну в общем не знаю вот так вот вот такое название пряжи впервые вижу такую такое название производителям написано ангора нарисована вот такая овечка я думаю что это именно овечка ангоры ну как под названием ангора так как пряжа у нас в составе похожие кстати друзья на ализе ангору gold здесь также в составе у нас 80 процентов акрил и 20 процентов шерсть да ну я думаю что это шерсть ангоры да так как она пышная вот напоминает мне пряжу от ализе кстати от ализе ангоры gold и состав даже такой же друзья состав такой же и метраж посмотрите в 100 грамм 550 метров возможно это аналог от ализе а возможно это и есть ализе просто здесь название для другой страны как бы этике . да другая ну а так здесь очень большое сходство ну как большой тут можно сказать один в один до 80 процентов акрил 20 шерсть но по запаху вот если запах шерсти вот в этой пряжи очень интенсивные да прям запах овечки а вот в этой пряжи нет запах овечки не знаю но вот это вот немного пышней чем чем от ализе вот что я могу наблюдать вот такой нежный такой нежный пушок у нее в общем да здесь 600 грамм вполне мне хватит на длинный кардиган или на не знаю даже что это будет друзья возможно в два сложения свяжу джемпер на круглой кокетке косами у меня была такая задумка я увидела в магазине хаунтем эйчунтем такой джемпер мне он очень понравился до этой пряжи еще время есть это зимний состав вот такой нежный красивый цвет кстати цвет друзья цвет у нас 6530 и вот такие вот все рекомендации чтобы связать вот такой платок тут рекомендуется 2 матка пряжи то есть 200 грамм до крючок рекомендуется номер два спицы три по три с половиной красивый цвет такой свежие свежий зеленый прям фисташка вы что ли или яблоко зеленое яблоко красивый цвет красивый состав фактура будет очень нежная поэтому друзья есть чем вдохновиться и есть из чего вязать лишь бы иметь желание лишь бы наша вязальная муза нас не покидала дорогие зрители дорогие рукодельницы я очень рада что вы провели время со мной я надеюсь вам было интересно и надеюсь что я вас как-то вдохновила возможно на новые идеи процессы часто у нас бывает так у нас творческих людей нам не хватает вдохновения наша муза нас покидает ну и вот так посмотрев какое-то видео до своего любимого блогера у нас снова появляется огонек появляется идея связать что-то интересное начать связать и до снова появляется искринка я желаю вам всего доброго всего хорошего друзья жду вашу обратную связь рада вашим всем добрым комментариям заранее благодарю вас и буду ждать вас в комментариях друзьям до следующего включения с вами была мария всем пока пока